Добрый вечер, в прямом эфире информационная программа Вести Кабардио-Балкаре. С главными событиями дня в республике вас познакомит Арина Желясова и Беслан Суизимов. Смотрите в выпуске. Первое чтение республиканского бюджета в парламенте и обсуждение приоритетных статей. Песочница с горкой или очередной торговый центр? Кто отвечает за детские дворовые площадки в столице КБР и планируется ли их строительство? А планы в спорте и личной жизни? Хотелось бы просто завершить начатое дело. Хаджимура Такая встретился со школьниками. Основной финансовый документ республики сегодня в первом чтении рассмотрели депутаты парламента. Доходная часть должна увеличиться по сравнению с прошлым годом, обещают разработчики. А отдельные категории бюджетников могут рассчитывать на повышение зарплат. Но вопросы у законодателей все же возникли. Так что есть над чем поработать перед вторым прочтением. Обо всем по порядку в материале нашего специального корреспондента Альберта Корцаева. Поднимут ли зарплаты врачей, учителей и работников детсадов, будут ли ремонтировать дома и дороги и, наконец, станет ли жизнь лучше? Во многом все это зависит от бюджета, принимаемого на 2013 и плановый период 2014-2015 годов. Доходная часть выше прошлогоднего уровня на 3 миллиарда рублей и составляет более 25 миллиардов, обнадеживают докладчики. А значит, исполнительная власть возложенные на себя обязательства выполнит. В целом бюджет направлен на адресные решения социальных обязательств, стимулирование инновационного развития республики, а также комплексное развитие всех отраслей экономики республики и, естественно, бюджетной сферы. Правда, значимого повышения зарплаты всем бюджетникам ожидать не следует. Она будет индексироваться по отношению к инфляции на 5,5%. Планируется довести оплату труда воспитателей дошкольных учреждений до средней по экономике. Ждет повышение и работников культуры. Кроме того, стипендиальный фонд будет увеличен. Правда, студенты это ощутят только в следующем учебном году. Поправок и замечаний к бюджету у депутатов набралось немало – более 170. Сегодня беспокоит то, что по программе здравоохранения, развития здравоохранения, заложена определенная сумма и каким-то образом конкурсные процедурные мероприятия, которые должны происходить из-за финансирования по данному разделу, они еще не по всем направлениям завершились, и поэтому задержка именно в здравоохранении нет. Чтобы максимально рационально использовать средства казны, народные избранники потребовали тщательно расставить приоритеты. Правительство для себя должно решить, какие республиканские целевые программы могут быть продолжены, а какие уже себя исчерпали. Неэффективных программ быть не должно, отметил спикер Ануар Чеченов. Ко второму чтению бюджет будет доработан. Альберт Корцаев, Асламур Захандоха, Вести Кабардино-Балкария. Количество активных участников банд-подполья, действующих на территории Кабардино-Балкарии, колеблется от 50 до 60 человек. Эти данные также озвучены сегодня в парламенте. Отчет Республиканского министерства внутренних дел по итогам 2012 года депутаты заслушали уже после перерыва. А спустя час после заседания эти цифры опубликовали практически все ведущие информагентства страны. 18 силовиков и 5 мирных жителей убиты, более 40 человек получили ранения. И это только за этот год. Искоренить банк подполья в республике пока не удается, констатировал исполняющий обязанности министра Казбек Татуев. Однако совместные действия ФСБ и МВД позволили заметно снизить активность экстремистов. Официальная цифра, лиц, которые находятся в розыске за данную преступную деятельность, на сегодняшний день их 32 человека. Кроме этого, у нас есть такие лица, которые объявлены в розыск как безвести пропавшие, но мы предполагаем, что эти лица тоже находятся среди участников БАД подполья. Таких еще там набирается человек 15. Пособническая база БАД подполья республики пока достаточно многочисленна, признал Татуев. Всегда находятся те, кто готов предоставить жилье, транспорт, а при задержании утверждают, что делали это под угрозами и страха за свою жизнь. Вербовка начинается, как правило, после окончания школы, в основном через родственников, друзей, соседей, которые уже в рядах экстремистов отмечают силовики. Депутаты, в свою очередь, предложили восстановить институт инспекторов в школах. Этот опыт, считают парламентарии, неплохо себя зарекомендовал. Ну и, разумеется, родители и старшие родов должны активнее заниматься воспитанием подрастающего поколения. Нерадивых водителей год от года становится все больше. Только за один ночной рейд были задержаны 52 автовладельца в состоянии алкогольного опьянения, передает пресс-служба республиканского МВД. Итоги неутешительные. Кроме пьяных, за рулем сотрудники ДПС остановили более 20 водителей без прав вовсе. У девятерых отсутствовали госномера. На штрафные стоянки отогнано 73 машины. Всего за нарушение правил дорожного движения составлено 380 административных материалов. Поставленную задачу личный состав выполнил. Дорожно-транспортных происшествий с участием пьяных водителей допущено не было. Прокуратура республики проверяет законность выделения земельных участков за счет придомовых территорий многоэтажек. Началось все с того, что общественная палата КБР заинтересовалась детскими площадками. По вопросу их сохранности и строительства был дан ряд рекомендаций. Учитывать игровые площадки при проектировании, муниципальным властям предусмотреть в местных бюджетах средства на эти цели, а надзорному ведомству взять ситуацию на контроль. Информацию об этом распространила пресс-служба общественной палаты. Съемочная группа «Вестей» Кабардино-Балкария в свою очередь решила выяснить, как скоро у детворы, живущей в многоэтажках, появится место для игр. Слово Анне Сурхайхановой. Качели, карусели, трехуровневый турник, баскетбольное кольцо, трапеция. Сразу пять элементов, чтобы играть было где. Сохранность таких вот детских площадок взяла под свой контроль общественная палата Кабардино-Балкарии, равно как и защиту интересов жильцов. История двора по проспекту Шагинцукова еще год назад получила широкую огласку. Общественники в противостоянии с предпринимателем, приглядевшим часть двора для коммерческих целей, встали на сторону граждан. В дело вмешалась республиканская прокуратура. В сентябре этого года рассмотрено гражданское дело по иску жильцов дома номер 6 по улице Шагинцукова в городе Нальчике об обязании отменить постановление главы администрации городского округа Нальчик о заключении договора аренды с обществом с ограниченной ответственностью земельного участка, прилегающего к домовой территории и о расторжении договора аренды указанного земельного участка. Данное дело находится на стадии рассмотрения в судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда Кабардино-Балкарской республики. Жильцы этого дома решили до конца отстаивать свои права. И это, как выяснилось, пока единственный факт, несмотря на то, что подобная проблема существует во многих многоэтажках. Впрочем, детским площадкам угрожают не только предприимчивые дельцы. Находится немало желающих в прямом смысле вырвать эти незамысловатые конструкции с корнем. Поэтому сегодня качели и турники делают антивандальными. Сметная стоимость таких сооружений около 70 тысяч. По городу из 30 запланированных установить удалось 7. Финансами помогли спонсоры. На остальные пока просто не хватает средств, говорят в городадминистрации. Некоторые жильцы полагают, что благоустройство территории – обязанность именно этой структуры. Администрация не получает никаких денег, и мы в бюджете у нас не заложены на то, чтобы мы каким-то образом благоустраивали. Мы следим за содержанием, за благоустройством и содержанием в городском округе Геннадчике. У нас есть специальная служба, которая за этим следит. Другое дело – деньги. Выделяются они или нет. Их нет. Ни в этом году, ни в прошлом году их не было. Ни одной копейки заложено в бюджет. К слову, есть и хорошие новости. До конца года управлением ЖКХ по обращению граждан будут составляться списки дворов. Их минимум 15 – установка детских площадок, в которых необходимо. 500 тысяч на асфальтирование, плюс еще 100 на установку малых архитектурных форм. Из этого расчета на 2013-й в городской бюджет планируют заложить более 9 миллионов рублей. Значит, есть надежда, что такие пустынные дворы превратят в райские уголки для ребятни. Анна Сурхайханова, Слан Хандохов и Адмир Сабанчев. Вести. Кабардино, Балкария. Как стать успешным предпринимателем, сегодня выясняли в бизнес-инкубаторе. На встрече экспертов с молодежью. Организовали форум представителями эконом-развития и молодежной палаты при парламенте КБР. Успешные бизнесмены, для которых схема захотелось делу не из области фантастики, а реальность, охотно делились своим опытом и отвечали на вопросы. А в противовес бытующему мнению, что свое дело начать очень сложно, организаторы привели в веский довод. Сейчас как раз-таки наоборот. Наши усилия направлены на снижение административных барьеров, и на то, чтобы предпринимателям было легче начинать свое дело и развивать его. Осуществляется государственная поддержка как начинающих предпринимателей, так уже и работающих. Режим конференции эксперты сразу заменили мастер-классом. Старшеклассников и студентов-экономистов знакомили не просто с сухими фактами и алгоритмом раскручивания бизнеса, а делились своей собственной формулой успеха. А серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр по тяжелой атлетике Хаджи Мурата Каев сегодня ответил на вопросы хасанинских школьников. Пригласили именитого спортсмена-друзья. Приветствовал обладателя двух Олимпийских медалей и глава сельской администрации Кайсы Назаматов. Девочки на встрече оказались смелее, и правда, их больше интересовала личная жизнь спортсмена. Хаджи Мурата Каев был вынужден признаться, что пока не женат. Тут уже мальчишки преодолели робость и спросили, в чем секрет успеха. Оказалось, все просто. Многочисленные упорные тренировки. Уже нашей съемочной группе Акаев в очередной раз подтвердил, что без Олимпийского золота и спорта он уходить не собирается. Долг зовет. Я возобновил свои тренировки. Честно говоря, хочется немножко все-таки реализоваться в спорте. Это у меня на сегодняшний день так более или менее получается неплохо. Поэтому хотелось бы просто завершить начатое дело. Хаджи Мурату вручили сувенир на память, после чего состоялась небольшая фотосессия со школьниками. И очередной успех наших спортсменов. Спортсменов Аниуар Гидуев завоевал золото международного турнира по вольной борьбе Анри Долане, который прошел в Ницце, сообщает сегодня официальный сайт Федерации спортивной борьбы России. Наш земляк выступал в весе до 74 килограммов. В общем, у российской команды 6 медалей высшего достоинства. Напомним, спортсмен из Псаганцу, победитель предолимпийского тестового турнира в Лондоне, обладатель Кубка мира 2010 года и чемпион России. И последнее. Человек неиссякаемой энергии и жизнелюбия, талантливый педагог и заботливая мать. Женщина, которая зачитывается стихами Кулиева и не пропускает ни одного футбольного матча. Наталья Ситник из Прохладного отмечает свой юбилей, год рождения, 1917-й. Поздравляли долгожительницу, представители Прохладинской администрации и наша съемочная группа. Слово Жанне Гуляевой. Знаменательное событие у вас, 95 лет. Аж страшно, вы знаете, аж страшно. Прямо страшно. Спасибо. Люди, прошедшие то, что прошли вы, им страшно не должно быть. Не должно быть. Каждого, кто приходит в маленькую уютную квартирку Натальи Ситник, поражает вот этот уголок. Четыре фотографии с траурными лентами. Это братья Натальи Васильевны и рвущие сердце строки Бориса Дубровина. Я еще не вернулся с войны. И, наверное, с нее не вернусь. Трое из четверых навечно остались на полях сражений. В 95-й день рождения Наталья Ситник рассказывает о своей большой семье. Девять детей и любящие родители. Фамилия эта хорошо известна в Прохладинском районе. Сестра Татьяна была сельским участковым врачом-терапевтом. Наталья и Елена – педагоги. Зинаида – зоотехник. Девчонки в этой жизни состоялись, а мальчишки не успели. Война помешала. Не без горечи, говорит именинница. Очень любила свою работу. Я учительница русской языка и литературы. Заканчивала в Розном в 41-м году в Нальчике институт, пединститут. Помню до сих пор учителей, которые нас учили в институте. В 41-м наш выпуск был ускоренным. 19 декабря 41-го года нам вручили, простите, дипломы об окончании института. И направили на работу. У нее до сих пор легкая и быстрая походка, чистая, четкая, аргументированная речь. И хотя в школе она уже давно не работает, учитель в ней чувствуется. До сих пор. Несмотря на солидный возраст, память у Ситник отличная. Она помнит всех, с кем начинала работать еще в войну. Помнит своих учеников и перечисляет немного по-детски, загибая пальцы. Другие спокойствия любят, а она нет. Такая женщина за все переживает, и за страну переживает, и за Кабардино-Балкарию нашу, и за все. В общем, такая беспокойная. Наталье Ситник никто не дает ее лет, настолько она полна энергии. Невзгоды не только не ожесточили ее, напротив, научили состраданию и пониманию. Она окружает радушием каждого, даже случайно оказавшегося рядом человека. Она любит футбол и стихи Кайсына Кулиева, светло и радостно смотрит на мир. И поднимает за импровизированным праздничным столом бокал с лимонадом. Не все доживают до такого времени, как я. Но дай Бог, чтобы они жили так, как я. Жанна Гуляева, Сафар Гириев, Анатолий Дереко, Вести, Кабардино-Балкария. На этом служба информации завершает свою работу. Напоминаем, все новости нашей программы вы можете найти на сайте вести.кбр.ру. Прямо сейчас прогноз погоды. Его представит Зухараб Шихачева. Ну а мы с вами прощаемся. Всего доброго. До встречи. Добрый вечер. Как прогнозом информагентства Метеоновости, в среду к нам поступит теплый воздух. Он повысит температуру не только по республике, но и в горах. Там, кстати, уже плюс 5. Ветер восточный до 3 метров в секунду. Атмосферное давление 728 миллиметров ртутного столба. До 9 градусов потеплеет в Зольском районе. Облачно, но без дождей. И у подножельбруса осадков не ожидается. Столбиком термометра в днем удастся перешагнуть через ноль в сторону плюс 3. И ночные морозы ослабнут минус 4,6. Погода в Тернаузе будет малооблачной и еще более теплой. Плюс 5. На большей части Боксана, Чигема и Норткалы температура воздуха будет расти и местами до 11 градусов. Комфортные погодные условия сохранятся и в Прохладницком и Майском районах. На Терском и Лискенском выглянет солнце. И там синоптики днем обещают те же плюс 11. На пару градусов ниже в Кашхатау утром сильный туман и сухо. В Нальчике столбики термометров устремятся вверх. Днем 10 градусов тепла, а ночью плюс 2. Синоптики ожидают сухую погоду. О погоде все, всего доброго.